И снова здравствуйте Программа Разворот Совсем недавно Вы слушали нашу передачу С Ниной Николаевной Ящиковой О колбасе Ну, я так думаю, что Эта тема неисчерпаема Вот Нина Николаевна сегодня опять У меня в гостях И, наверное, о колбасе можно говорить столько Еще столько Еще полстолько И еще много Нина Николаевна, вот сегодня я хотел бы с вами Переговорить Не только о колбасе Но и вообще о мясе и о субпродуктах Вернее, скажем Не столько о полуфабрикатах Я так думаю, что и с ними тоже Проблем немало Поэтому Есть смысл Нам об этом поговорить? Да, я думаю, что смысл, конечно, есть Потому что вопрос очень Интересный, я думаю, что после нашей С вами передачи прошлой Вопросов у наших У жителей нашего города Появилось еще больше, чем было до нашей передачи И мы сегодня с вами готовы Ответить на эти вопросы И, ну, можно сказать так Просветить в некотором смысле Горожан Но я, скорее всего, думаю, что вы больше поставили людей в тупик Потому что чем больше я узнаю о мясе и о продуктах Тем мне страшнее становится Но я продолжаю ходить в магазины Покупать продукты, в том числе и мясные И с удовольствием их кушать А вот скажите, отчего вкус современного мяса Ну, несколько не тот, что было раньше? Может быть, коров кормит Или свиней чем-то другим Или мы просто молодые были И вода была мокрее Вы знаете, вопрос очень интересный И он не имеет однозначного ответа Во-первых Почему? Потому что в стародавние времена Во времена Советского Союза Была развита такая наука, как зоотехния То есть для того, чтобы вырастить бычка В 400 килограмм Требовался определенный запас кормов Причем кормов таких, которые обладали бы всеми Веществами, которые необходимы для роста То есть составлялся рацион И при весе этого бычка должен был составлять От 300 до 600 грамм за сутки И все было направлено именно на это Когда мы говорим сегодня о мясе То в своем основном составе Это мясо приходит к нам из-за рубежа И, как правило, оно приходит не в охлажденном состоянии Оно приходит замороженным То есть то мясо, которое мы сегодня имеем Как правило, это дефростированное мясо А если мы имеем мясо, которое поступает нам с подворий То больших комплексов, которые использовали бы Все те научные знания, которые были ранее Их просто на сегодняшний день в России нет Их очень мало И, наверное, до нашего стола такое мясо просто не доходит Ну, я бы не стал идеализировать советские времена Потому как, насколько я знаю Пищевая промышленность, как, впрочем, и другие промышленности Были далеко не на высоком уровне Можно судить хотя бы по надоям молока Наши коровы-рекордсменки За рубежом их вообще отбраковывали Поэтому тут не совсем Вы знаете, на это я вам могу сказать Что во времена Советского Союза Была такая Всемирная организация здравоохранения Она исчезла Которая, в общем-то, регламентировала количество мясных продуктов В том числе и мяса, которое потреблялось на душу населения Так вот, я вам хочу сказать Что сегодня наши жители нашей России Значит, потребляют ровно половину от того Что они потребляли при Советском Союзе Упрямая Значит, я вас уверяю Что и при советской власти При советской власти И до революции Мясо у нас потреблялось меньше Чем, ну, скажем, в Соединенных Штатах Картошки мы ели больше А вот с мясом у нас была напряжетка Но перейдем к нашим баранам Да, действительно, не только к баранам, но и к свинине Вот, когда я подхожу к прилавку Первое, что я вижу, это товар Вот он, товар есть какой-то Причем в упаковке товар Причем не всегда упаковка позволяет рассмотреть Ну, вот кусочек окошечка есть Там вот что-то посмотреть Что-то кусочек увидишь Но в полном объеме не видно Из объективных параметров Один единственный Продавец хочет получить за этот товар Столько-то рублей И все Но у меня, естественно, возникает вопрос А за что? За что он хочет получить? Изготовитель? Он так-то отвечает лукаво Вот за это И сообщает, что в составе То-то, то-то, то-то Возникает вопрос А можно ли верить этому производителю? Действительно ли он всегда Сообщает то, что есть И не умалчивает ли он о чем-либо? Если производитель на этикетке Указывает себя как производителя И пишет состав Значит, он несет юридическую ответственность За то, что он указал на этикетке Другой вопрос Что все наши ингредиенты Которые указаны на этикетке Они указываются в сторону уменьшения И не указывается тот сортовой состав Который используется Но приведу такой маленький пример У нас в состав входит говядина Но если мы берем технологически То говядина может быть Говядиной высшего сорта Говядиной первого сорта Говядиной второго сорта Односортной говядиной Колбасной говядиной Какая говядина входит в состав данного продукта? И сколько? Это первый момент А второй момент Сколько этой говядины? Я с вами совершенно согласна Поэтому, когда производитель Который заявил о себе Что я такой-то, такой-то производитель Вот, выпускаю такой-то, такой-то продукт То я вас уверяю Что за редким исключением Идет фальсификация тех ингредиентов Которые указаны Как правило, они указываются в полном составе Другой вопрос В каком составе? В каком количестве? И какого вида? То же самое со свининой То есть, это может быть свинина жирная Это может быть свинина полужирная Это может быть свинина мясная А это может быть односортная свинина Это может быть колбасная свинина Это может быть шпик Может быть шпик хребтовый Шпик боковой То есть, в зависимости от того, что мы туда положили То мы и поимели в конечном остатке Вот как вы считаете, ну окончательная цена товара, она зависит в первую очередь, ну грубо говоря, от себестоимости, то есть сколько затратил производитель на изготовление ее, а вот дальше идет от производителя к каким-то посредникам, причем цепочка может быть не один посредник, а несколько, и каждый в этой цепочке, в том числе и производитель, производит какую-то наценку. Объем процентной оценки зависит, ну так-то между нами говоря, от жадности оценщика. Вот как на ваш взгляд колбаса, например, стоит 300 рублей, а себестоимость какая? Ну, чтобы говорить о себестоимости колбасы, надо знать, что в нее положено. — Нет, мы считаем, что да, вот есть. — Владимир Иванович, вот сейчас так вот мы с вами не можем сказать, потому что себестоимость колбасы, она складывается из двух частей, то есть из стоимости сырья, который заложен в эту колбасу, и от накладных расходов. Поэтому если мы говорим, что колбаса стоит 300 рублей килограмм, и она стоит уже на прилавке магазина, то мы должны исходить из того, что здесь есть 25-30% наценки самого магазина. Потом, если в этот магазин поставила дистрибьюторская компания, оптовая компания, то должна быть здесь оптовая наценка. И та оптовая цена, по которой данный продукт ушел с мяса комбината. Но и опять мы с вами не можем сказать, сколько же стоит эта колбаса, потому что мы не знаем, какие затраты понесло данное предприятие на накладные расходы, и какова стоимость сырья. Самое главное, мы с вами не знаем, что туда заложено, какое сырье использовано. Опять привожу пример. Говядина высшего сорта и, скажем так, колбасная говядина. Разница в цене в десятки рублей, а может быть даже и в сотни. Вы опять хотите нас запутать еще больше. Ну что ж. Нет, я просто хочу дать верный ответ на ваш вопрос. А вот тогда еще один вопрос. А что такое качество? Вот вы как подразумеваете по словам, что подразумеваете по словам качества? Вы знаете, как специалист-пищевик, для меня однозначный ответ. Качество продукта – это его полезность. То есть вообще для чего мы делаем колбасу? Что она должна удовлетворять? Какие потребности? Первая потребность – это, конечно, утоление чувства голода. А вторая потребность – чтобы с этим продуктом поступило максимальное количество полезных веществ, которые помогут нашему организму, так сказать, выполнить все свои функции, которые на него возложены. Вот с моей точки зрения вот эта вот полезность, вот это вот качество того продукта, который мы должны потреблять. Потому что от качества продукта мы можем перейти к качеству питания, от качества питания перейти к качеству жизни. И в конечном итоге, да, в конечном итоге от того, что мы кушаем, и зависит, так сказать, и наша, может быть, даже действительно и продолжительная жизнь. Потому что если мы едем дерьмо, то на что мы можем рассчитывать? Другой вопрос, что когда мы приходим в магазин, то качество мы видим в цвете колбасы, в фактуре колбасы, в каких-либо органолептических показателях. То есть нам очень нравится, когда колбаса хорошо пахнет. И мы не задумываемся, что, в общем-то, все эти показатели можно формировать, причем формировать химическим путем. Вплоть до того, что вкус колбасы может... Может, колбаса может состоять из одних растительных белков, а иметь замечательный вкус мяса. Тогда можно я вот расскажу о своем понимании, что такое качество, как технаря. Я предполагаю, что качество – это соблюдение технологической дисциплины изготовления продукта, который разработан по разумным техническим условиям. Как Вы считаете, это вот имеет место быть такое определение? В наше время нет. Я Вам хочу сказать, что... Вы имеете в виду, разумных всего не будет? Нет, нет. Потому что вся наша технологическая наука на сегодняшний момент, она построена на том, чтобы при продаже того или иного пищевого продукта получить максимальную выгоду. То есть перед технологами поставлена задача – произвести продукт с минимальными затратами, чтобы маркетологи могли продать этот продукт по очень дорогой цене. То есть чтобы маржа этого продукта была очень высокая. Вот это задача и технологов, и маркетологов. И я Вас уверяю, что на сегодняшний день у нас в стране вообще отсутствует такое понятие, как полезность. То есть оно не культивируется, это понятие. То есть если на Западе культивируется здоровая пища, культивируются какие-то такие моменты, то, к сожалению, у нас в России на сегодняшний день вот такое направление практически отсутствует. Вот. Например, буквально вчера или позавчера я слушаю радио, причем, кстати, слушаю «Эхо Москвы», и передача о халяльном продукте. То есть продукт, который должен быть приготовлен либо только из говядины, либо только из конины, но ни в коем случае без использования свинины. И когда делают анализ данного продукта, там находят свинину. Вот как это? Ну, у нас страна сейчас религиозная стала, и поэтому достаточно... Ладно. Вот следующий вопрос. Срок хранения продукта. Достаточно серьезный вопрос, и на него надо всегда обращать внимание. Причем мой совет нашим радиослушателям – не спрашивать, никогда не спрашивать у продавца, свежий товар или нет. Да, конечно, вы получите ответ, он, конечно, свежий. Продавец всегда скажет... Привезли сегодня утром. Раз он ее продает, значит, он считает... Хотя я сам не однажды показывал дату изготовления продавцу. И вот, но суть в чем, понятно, что продукт сразу не расхватывают, его надо консервировать. Издавна на службе у человека были четыре консерванта. Ну, не касательно, не только мяса касательно, а вообще. Это соль, это сахар, это кислота и холод. Вот основное, кстати, вот вам пример, почему мусульманцы в исламе не едят свинину. Вот есть такая версия, что это южные страны, и свинина очень плохо хранилась. Да. Поэтому ее были случаи, много случаев отравлений. Потому что там очень много жирных тканей. Да. И запрещали. Ну, у нас холод достаточно, потом добавился аспирин. Это ацетилсалициловая кислота, которая, в общем-то, неплохой консервант. Другой вопрос, насколько она вредна, это есть такое. Сейчас, как я понимаю, существует гораздо больше эффективных, более эффективных консервантов. Я не исключаю, что они могут быть вредными. Вот сейчас у нас мы все знаем, что такое Е, и, по-моему, даже в критике Е переборщили. Вот чего нам бояться-то надо в этих Е, в этих консервантах? Ну, я не открою для вас Америку, если скажу, что и аскорбиновая кислота, и уксусная кислота, и всевозможные сорбаты, они имеют маркировку Е. Да, и в том числе и соль, и уксусная кислота. То, что мы просто раньше называли, скажем так, поваренной солью, сегодня используется европейское название, и это, значит, все тоже пресловутое Е. Чего бояться? Ну, наверное, нужно бояться того, что не проверено годами. Если в состав продукта входит соль, сахар, та же самая аскорбиновая кислота, и даже тот же самый нитрит натрия, который выступает в качестве и консерванта, и стабилизатора окраски. Это вы имеете в виду селитру? Ну, это раньше была селитра, сейчас другая соль натрия, да. Этого не надо бояться, потому что эти технологии проверены годами. Если используются какие-то новейшие технологии, если используются какие-то новейшие добавки, а, в общем-то, технология не стоит на месте, она движется вперед, используются всевозможные добавки, в которых входят различные химические и физические компоненты, то вот тут, наверное, нужно смотреть и думать, а что нам предлагает наша промышленность? Насколько проверено, и у нас остается еще, да, у нас есть какие-то добавки, но у нас остается вопрос, а в каком количестве, в безопасном ли оно количестве эти добавки могут быть? Ну, мы, наверное, еще вернемся к этому. Вот, и опять о сроке годности. У меня, наверное, как и у вас, есть холодильник. Я купил фарш, который вполне был годен. Положил его в холодильник, в морозилку, и забыл. Ну, не через 10 лет, гораздо раньше я его все-таки обнаруживаю. Он как был замерзшим, так и есть. Он безопасен, нет? Ну, для того, чтобы понять, опасен он или безопасен, вы должны его разморозить и оценить его органолептические показатели. То есть, запах и доущих. Это запах, это цвет, это потом при, скажем так, термической обработке и вкус. То есть, если появляется кисловатый вкус, то, конечно, продукт негоден. Но если первичные признаки хорошие, то вы можете использовать данный продукт при приготовлении каких-либо изделий. Ну, и единственная моя рекомендация, это, конечно, в общем-то, хорошая термическая обработка. Потому что большинство вегетативных форм микроорганизмов, они погибают при температуре 72 градуса. Поэтому любой мясной продукт, если вы берете в сыром виде, в виде мясного сырья или в виде полуфабрикатов, он требует дополнительной хорошей термической обработки. Только хорошо проварив, прожарив, пропарив данный продукт, вы можете гарантировать, что, в общем-то, вы избежите последствий... Отравлений. Да. Вот мы смотрим рекламу. Первое, о чем мы судим, это по рекламе судим и продукт. Реклама очень красивая. Мясо свежее, фрукты еще лучше. Хотя я знаю, что на самом деле все эти рекламные штучки, они не на живом продукте, а на муляжах. Нередко товар в упаковке закрыт или надписями, или вот этой вот картинкой, и очень сложно в маленьком окошечке разобрать, а что же там внутри. Как вы считаете, вот как тут разобраться-то, войти внутрь, заглянуть за яркую вот эту вот обложку, яркую картинку и посмотреть внутрь? Ну, в той же, вернемся к той же колбасе, нередко колбасу продают в упаковке. Первоначально можно, первое впечатление, сложить, может служить разрез колбасы. Но нередко говорят, мы это не продаем. 400 грамм, вот, пожалуйста, возьмите все у упаковки. Что там, я не знаю. Ну, как технолог я вам могу сказать, что развернитесь от этого прилавка и идите к тому продавцу, кто вам покажет, какой продукт на разрезе он продает. Да, интересно найти этого продавца, который разрежет 400 граммовую упаковку. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю вам, что мы ведем беседу о главном, что есть в нашей жизни, о нашем питании. Телефон редакции 984646, и вы можете задать любой вопрос касательно, в частности, полуфабрикатов и мяса. Мы ждем ваших звонков. И продолжаем. Ну, мы с вами разговаривали, вы, в общем-то, были как-то против этого, против моей формулировки. Недовес. Я знаю, что в чистом виде, что такое недовес. Но, вот, это древнейший способ обмана покупателей. Сейчас его несколько маскируют. И маскируются как? Разными способами. Добавлением в продукт крахмала, воды, рассолами в излишнее количество. Или заменой более дешевыми составляющими. В мясо, в птицу закачивают черти что. И в результате мы получаем, мы берем рыбу, хороший кусок рыбы, жарим ее. И после жарки остается какая-то такая тонкая пленочка. С этим можно разобраться. Я еще раз напомню, что все, что производится у нас сейчас в России, это продукты, которые разработаны в соответствии с техническими условиями. В технических условиях очень четко прописано, что может добавляться в ту или иную колбасу. Что может добавляться в шприцовочный рассол при посоле. Что, каким образом нужно глазировать рыбу, про которую вы говорите. То есть, вот в этом случае производитель не нарушает закон. Вы как вот сказали, вот завернули, глазировать. Ну да. То есть, вот тончайший свой льда. Причем технологи рыбной промышленности, они очень четко подводят это дело под то, что это необходимо в связи с тем, что данная технологическая операция увеличивает сроки хранения. Но, собственно говоря, и мясные технологи с ним согласятся, потому что, когда, допустим, закладывали в свое время, в советское еще время, когда закладывали госрезерв, вот говядину, который закладывали на хранение, ее обязательно поливали водой. Для того, чтобы сверху образовалась ледяная корочка. Корочка. Тончайший, тончайший. Да, 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 да. Для того, чтобы, в общем-то, это мясо лучше хранилось, чтобы не было изменения цвета на поверхности. Ну вот, конечно, это надо делать. Но я с вами соглашусь, что когда процент воды достигает 30-40%, ну это просто, ну это грабеж. Но для того, чтобы решить этот вопрос, просто законодательно необходимо прописать, то есть сейчас мы знаем, что разрабатываются технические регламенты на многие виды продуктов. Мы вступили в ВТО, и я думаю, что если мы идем правильным путем, то такое безобразие должно в скором времени закончиться. Ну не знаю, не знай. А вот откройте секрет, у вас сами технические условия, кто-то контролирует, в них вот рецептура полностью с пропорциями прописана, и кто-то контролирует разумность и безопасность. Значит, технические условия разрабатываются самим производителем, а контролируют службы, которые отвечают за показатели. Это может быть и служба Роспотребнадзора, которая контролирует в соответствии по показателям санитарным требованиям, которые предъявляются к тому или иному виду продукции. То есть у нас на любой вид продукции имеются санитарные правила, где прописано, каким показателем должен соответствовать этот продукт. Ну, как правило, это микробиологические показатели. А вот физико-химические показатели продукта, они, собственно говоря, заявляются самим производителем. Слушайте, это надо переварить. Давайте сначала послушаем новости, а потом продолжим. Итак, продолжаем. Мы ведем разговор с Николайом Ящиковой, главным специалистом по мясным продуктам, ну, из моих знакомых, во всяком случае. Я напоминаю, что наш телефон 98-46-46, мы ведем передачу в прямом эфире, если у вас есть вопросы какие-то, вы можете их задавать. Вот пока шли новости, позвонил радиослушатель и посетовал, что все время нас пугают плохими продуктами, как подделывают рыбу, как подделывают птицу и так далее. Я попробую ответить за вас. Мы не пугаем вас. Единственное, что, ну, во всяком случае, я хочу, чтобы вы, когда приходите в магазин, вы не брали просто так вот продукт, посмотрели надо, не надо. Чтобы вы обращали внимание на состав продукта. Чтобы вы обращали внимание на срок годности. И вот по моему опыту, а я давно, в общем-то, занимаюсь закупками продуктов, я не смотрю, никогда не смотрю, остался один день до конца срока годности. Я покупаю продукт, чтобы он был с запасом срок годности. И по составу. Ну, вот есть далекая от нашей с вами томатная паста. В моем понятии томатная паста, которая, это паста, которая содержит только томатные продукты. И все. И больше ничего. Все остальное, это уж, простите, от лукавого, это соусы и так далее. Когда я смотрю, написано томат, паста, а там крахмал, соль, сахар, извините, это уже не для меня. Это мой выбор, и я его выбрал давным-давно. Как вы считаете, вот прав я или нет? Ну, в данном случае я хочу вам сказать, что как покупатель вы ведете себя правильно. То есть, когда вы пришли в магазин и хотите купить какой-либо продукт, вы прежде всего знакомитесь с производителем и составом, что указан на этикетке. Это первый момент, это хорошо. Но... Спасибо. Томатная паста может делаться по любым техническим условиям, которые заявил производитель. И если он заявил, что по его техническим условиям в рецептуре содержится крахмал, содержится соль, сахар, он этим ничего не нарушает. А вот ваше право покупателя брать этот продукт, соглашаться с этим или не соглашаться с этим. Я бы хотела здесь поднять вот какой вопрос, что когда мы приходим в магазин и мы видим продукт, ну, такой часто, например, вот по полуфабрикатам. То есть, мы заходим в гипермаркет, видим, что лежат, ну, скажем так, пельмени, да, одного производителя, другого производителя, третьего производителя. То есть, написано наименование пельменей и цена. И вот когда покупатель подходит и берет эти пельмени, он должен понимать, что он берет в данном случае кота в мешке. Вот что он покупает. Нет, простите. Да. Не в мешке, а в тесте. Да. Вот в данном случае он берет кота в тесте. Потому что если производитель не указывает, что он, значит, имеет в данном продукте в составе, то как он за это будет отвечать? Да никак. Он может положить туда все, что угодно. И когда мы заходим и видим, что килограмм пельменей стоит 45 рублей, я как технолог могу сказать, что там, ну, наверное, даже 5% мясного сырья нет. Все остальное – это добавки, и все остальное – это то, что формирует вкус. Хотя среди моих знакомых есть люди, которые пользуются услугами данного магазина, покупают там данные продукты, говорят, вы знаете, а вкусно. Конечно, вкусно. Если есть один глютамат, если есть химические ароматизаторы и, значит, добавки, которые сформировали вкусом говядины и вкусом свинины. Ну, наверное, да. И мы опять же возвращаемся к тому, что такое ценность продукта. Если набить живот, то да, конечно, можно их есть. А если говорить о том, что ты с этим продуктом получаешь что-то полезное, конечно, такой продукт есть нельзя. И я еще раз вернусь. Очень правильно вы сказали, что, приходя в магазин, смотрите на упаковку. То, что касается сроков годности, то окончание срока годности – это не есть время, когда данный продукт нельзя использовать. Если была соблюдена температурный режим, при котором хранится данный продукт, то я вас уверяю, что производители дают дисконт. Это еще в, может быть, даже десятки дней, когда данный продукт не испортится. Но магазин не имеет права торговать. Нет, нет. Если сегодня закончился. Если очень четко прописано, да, если очень четко прописано, что срок годности, скажем так, 30 суток, то вот по истечении этих 30 суток данный продукт должен быть убран с полок наших магазинов. Ну, условия хранения тоже мы не можем, нам никто не будет гарантировать. Ну, почему? Если вы приходите в магазин, вы видите, что стоит, допустим, салат из корейской моркови, да, и он стоит просто в зале, хотя на этикеточке написано, что он должен храниться при температуре, скажем так, 0 плюс 4 градуса, то это явное несоблюдение технологических параметров. И поэтому, что вы возьмете в этой упаковке, ну, одному Богу известно. Вы знаете, ведь розница, она ведет себя так почему? Потому что мы позволяем ей себя так вести. А у нас есть варианты? Вы знаете, я не верю, что на Западе продавец может позволить себе то, что позволяют себе у нас, наши продавцы. Просто вот не поверю. Они не выложат, извините, на прилавок гниющие фрукты. Мы себе это можем позволить. Это первый момент. Второй момент. Значит, наверное, там и покупатель не согласится с тем, если ему приложат огурец с гнилым боком. Он просто не придет больше в этот магазин. Это самое маленькое, что он может сделать. А по большому счету он может обратиться в органы. И если эти органы зафиксируют факт нарушения законодательства, в данном случае это потеря товарного вида и потеря каких-то товарных показателей, то, наверное, хозяин этого магазина на это не идет. Почему? Потому что штрафные санкции будут настолько жесткими, что ему проще соблюдать законодательство, чем его не соблюдать. И вот мы здесь с вами подходим как раз к тому моменту, а какова же наша законодательная база? Что же мы взяли из того советского времени хорошего, развили до прекрасного? Или мы же все то, что было у нас тогда, сломали, а взамен мы ничего не построили? Конечно. Мы же с вами начали разговор о качестве мяса. Я вам сказала, что и в прошлой своей передаче мы говорили о том, был задан такой вопрос, мне был задан такой вопрос, как вы относитесь к импортному мясу. Я сказала, прекрасно. А знаете почему? Потому что те страны, которые имеют возможность импортировать мясное сырье, имеют шикарную развитую инфраструктуру, которая состоит из ветеринарной науки, зоотехнической науки. Потому что без этого производить в таком количестве мясное сырье невозможно. Понимаете? Просто невозможно. Там каждая коровка имеет свой номерочек, там определенные системы прививок, там определенный рацион, и там с этим никто не играет. К сожалению, у нас это все развенчано. Мы уже на протяжении 20 лет свою ветеринарную службу, значит, как это, реконструируем. Нет, мы ее не похоронили, нет. Мы просто экспериментируем. Мы экспериментируем. То есть я помню еще тогда то время, когда были колхозы, совхозы, да, когда и в колхозах, и в совхозах были ветеринарные врачи. Я, молодая девчонка, закончила Московский институт, приехала сюда, в Сызрань, по распределению на наш Сызранский мясокомбинат. И в то время, чтобы где-то в деревне была забита скотина, причем от какого-либо заболевания, эту корову деть было нельзя. То есть они приедут на рынок. Во-первых, им никто не даст справку, это раз. Они приедут на рынок, их на рынок не пропустят, потому что, значит, там есть органолептический показатель. И единственное, куда они могли это сдать мясо, это только мясокомбинат, это только условно-годное мясо, то есть это то мясо, которое обрабатывается по повышенным параметрам. То есть высокая температура, значит, повышенное атмосферное давление и так далее и тому подобное. Что творится сейчас? Вы, ну, когда я в средствах массовой информации вижу, что в тот или иной цех поступило сырье, там, то сибириязвенное, то там еще какое. Ну, вот в советское время это было невозможно. Николай, вот я сейчас вам, вот как вот в лоб дам сейчас. Давайте. Вот мы уже, наверное, минут сорок с вами разговариваем, да? Тема у нас очень животрепещущая, очень жизненная. И практически ни одного звонка. Это говорит о чем? Не знаю. О равнодушии, о том, что наши жители наелись вот с фобиями по поводу продуктов. Или им все равно. Я напоминаю, уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что мы в прямом эфире, и наш телефон 48-98-46-46, мы ждем ваших звонков. Но вы почему-то вот от равнодушия или чего? Ну, наверное, не от равнодушия все-таки, Владимир Миронович. Или просто на работе. Как раз занимаются тем, что делают вот эту вот колбасу, вот эти вот полуфабрикаты. Вы знаете, давайте я, наверное, все-таки вернусь в то советское время и расскажу о том, какая была система контроля на мясокомбинате. Так как вы меня все-таки пригласили как специалиста мясника, человека, который в свое время все-таки работал на мясокомбинате. Так вот, на любом мясокомбинате в советское время была служба ОПВК. Это органы производственно-ветеринарного контроля. Значит, в этой службе работали профессиональные ветеринарные врачи и эксперты, которые занимались оценкой как здоровья сырья, которые поступают на мясокомбинат, так и, собственно говоря, качеством продукта, который выходит с мясокомбината. Так вот, полномочия руководителя данной службы были таковы, что он мог остановить любой производственный процесс, и в данном случае директор не брал на себя ответственность отменять его решение. Вот это была такая служба. К сожалению, таких служб на сегодняшний день на мясокомбинатах нет. Да, там есть ветеринарные врачи, которые работают в ветеринарной службе, которые не имеют отношения к мясокомбинатам. К сожалению, мясокомбинат платит им зарплату за это, и поэтому, ну как на своего работодателя можно было вот возводить пасквиль? Не, Николай, ну посмотрите в окошко, на улице солнышко, облачко. Давайте послушаем погоду. Давайте. Итак, мы продолжаем нашу передачу. Разговор о жизненном, о пище. Я еще раз напоминаю наши телефоны 984646. Разговор со специалистом Нины Николаевны Ящиковой, которая в прошлом была начальником мясного колбасного цеха нашего мясокомбината. Я думаю, что она разбирается в этой проблеме. Вот вы сказали от ОТУ, вы сказали о каких-то нарушениях. Вот я могу сказать, я могу сравнивать сегодняшний день и вчерашний. Лет 50 назад я был внештатным сотрудником милиции АБХСС в Самаре. Это я могу сказать. Естественно, моя работа была это вот с продавцами. Я могу сказать, что я мог. Секунду, у нас звоночек. Наконец-то мы дождались. Слушаю вас. Сорвался звонок. Продолжим. Так вот я могу сказать, как внештатный сотрудник АБХСС у меня было больше прав проверить продавца, чем сегодня у штатного сотрудника. Контрольную закупку сегодня перевесить, сегодня то, что отпустили, ну, это очень сложно. Ну, есть такой известный из моего прошлого. Я прихожу в магазин, смотрю весы стрелочные. Если весы в плюсе, значит, это уже гарантированный обвес. Сейчас, правда, электронные уже заменили в большинстве своем, но я так думаю, что наши умельцы и электронные весы научили работать в пользу продавца. Вся проблема в том, что сегодня все-таки звонок. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это я с образцовской площадки. Моя фамилия Стрельцова. Скажите, пожалуйста, вот у нас здесь подкрывалось очень, может, я не по адресу, много ларьков мясных и там и колбаса, и все продается. В фабрике качества. Но у них никогда нет ни чек, не дают ничего. Они вот уже подкрывались, в магазинах, наверное, и пять здесь, на образцовской, и все вот так торгуют. И написано у них, за всеми, значит, качествами, там чего обращаться, там к предпринимателю в городе Тольятти, т.д. и т.п. Вот я купила у них сыр, пошла, был просто очень близко около меня, голландский. Ну, резный навоз, но я его выкинула, обратно у меня его не возьмут, у меня чека нет. Как они торгуют? Вот меня вот это очень давно интересует. Может, я не по адресу, конечно, обращаюсь к вам. Спасибо. По адресу обратились, все понятно. Нина Николаевна, я хотел, вот, кстати, я тоже хотел спросить вас, чеки не выдают. Они налоги платят, вмененный налог используют. Это вообще законно, в принципе, отсутствие чека? Да, это законно. Как я могу предъявить претензии? Подождите. Значит, отсутствие чека законно, так как те предприниматели, кто работает в рамках единого налога на вмененный доход, они освобождены от работы на контрольно-кассовых машинах. Но по требованию покупателя им обязаны выдать товарный чек. То есть, вот обратите внимание, то есть товарный чек, если покупатель пришел к ним и купил какой-то товар, и хочет получить документ, то он вполне может попросить у них выписать товарный чек. И продавец не вправе ему отказать в этом. То есть, он просто обязан это сделать. И вот этот документ, который выписал ему продавец, может являться основанием того, что этот продукт вот... Я надеюсь, что наша радиослушательница воспользуется вашим советом. Я тоже, наверное, скорее всего, воспользуюсь этим советом. Потому что, да, действительно, нередко мы получаем продукт не очень хорошего качества. И там, где вмененный налог, мы не можем... Нет, что значит, вы не можете? У нас есть закон о защите прав потребителей, который гласит о том, что вы, если вы в этом магазине купили данный продукт, то почему вы не можете предъявить претензию? А магазин говорит, извините, чем вы докажете, что вы купили? А у меня вот рядом со мной стоял человек, и он готов доказать. Вот и все. Чем? Ну, своим мнением, что да, я видел, как вот этот человек покупал. Да, достаточно. Достаточно. Еще звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот слушаю вашу передачу. Да. И хочу вот рассказать такую историю. По улице Лозо на Обрасовской площадке есть там и цыпочка, и золотая рыбка, и там спиртные напитки и конфетки. Лозо. Вот. И там продают рыбку. Но веса не показывают. Ни стоимость, ни массу продукта. Как это вот так? Все понятно. Спасибо. В данном случае нарушают ваши права. Вы можете потребовать, чтобы вам показали и означили ту сумму, которую вы заплатите за этот продукт. Если вам не показывают, разворачивайтесь, уходите, идите в другой магазин. Николай, время неумолимо бежит. Поэтому давайте вернемся к некоторым нашим вопросам. В частности, антибиотики в продуктах. В продуктах не должно быть антибиотиков. Этот параметр очень четко регламентирован. Как они могут попасть? Через мясо. Да, в том случае, если производитель этого мяса не исполнил определенные условия. Раньше, в советское время, тоже очень пользовались антибиотиками. Но было очень жесткое условие. Извините, понятно. Слушаем вас. Звонок сорвался. Было очень жесткое условие какое? Что вводить антибиотики прекращают за 14 дней до убоя скотины. Понятно. И это времени вполне достаточно для того, чтобы остатки антибиотиков были выведены. Понятно. Странный белый порошок на апельсинах. Ну, это, скорее всего, плесень в связи с тем, что нарушены сроки. Или чем-то покрыт специально, чтобы... Я не думаю. Нет. Скорее всего, белый порошок – это плесень. Понятно. От ягод винограда попахивает формальдегидом. Это нормально, потому что газ формальдегид применяется для хранения данного винограда. Соя. Значит, я помню, когда соя появилась у нас в магазинах, ее очень сильно рекламировали. Она действительно полезный продукт. Сейчас соя как бы вот стала пачерицей. Вы знаете, я думаю, что все-таки это один из маркетинговых ходов, чтобы отвлечь внимание покупателей. Вот как раз соя – это наименьшее зло, которое имеется в мясных продуктах. Почему? Потому что соя – это белок растительного происхождения. Соя может быть в виде изолята, в виде концентрата и в виде соевой муки. Разница в чем? Разница в содержании белка. То есть где-то больше белка, где-то меньше. Вот, например, в соевой муке там до 70% клетчатки. Клетчатка – это не есть плохо, это хорошие углеводы. Другой вопрос, что если мы продаем мясной продукт и заявляем его как мясной продукт, то мы должны указывать, что часть мясного сырья мы заменяем соей, то есть растительным белком. Понятно, время все, мы с вами счастливы и часов не наблюдаем, а тем не менее не бегут. Итак, цвет продукта не является гарантом качества? Нет, не является. Геномодифицированные продукты? В общем-то, информации о том, плохо это или хорошо, достоверной, я повторяю, достоверной информации на сегодняшний момент нет. Есть какие-то изыскания, но насколько они правдоподобны, время покажет. Время покажет, да, это требует очень больших испытаний. Фальсификат. Вот если мы с вами пройдемся по магазинам, много фальсификатов? Много, много. Подделывается буквально все. И как раз тут вот был вопрос от жительницы города. Когда нет документов в магазине, когда продавец не может, и он работает на едином налоге на вмененный доход, он не может предоставить пакет документов. Вот в этих условиях фальсификата море. Поэтому идете в магазин, смотрите на этикетку, смотрите на состав, смотрите на сроки годности. И все-таки обращайте внимание на местных производителей. Потому что местным подделать гораздо труднее, потому что они находятся под контролем. Да, брат, нет, скажем так, дотянуться до местного производителя гораздо легче. Вот там мясная продукция гораздо дешевле. Давайте об этом поговорим в следующий раз. Это связано с Чернобылем или нет? Да нет, конечно, нет. Нет, конечно. Нет, нет, нет. Аппетиты у них поменьше, чем у наших. Дорогие радиослушатели, к сожалению, к моему личному, величайшему сожалению, наше время закончилось. Мы уже дальше сможем поговорить с Ниной Николаевной не в эфире. Большое спасибо, что вы нас слушали. Посылайте нам смс-ки, посылайте вопросы. Если их наберется достаточно много, мы, я надеюсь, устроим еще с вами встречу, Нина Николаевна. Да, конечно.